О событиях четверга 28 января расскажут новости 24. Здравствуйте. Новый этап в узбекско-корейском взаимовыгодном сотрудничестве. Так охарактеризовано событие сегодняшнего дня. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев провел встречу с президентом Республики Корея Мунджи Ином в формате видеоконференции. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В сегодняшних процессах глобализации, особенно в условиях пандемии, сотрудничества и тесные взаимоотношения между странами очень важны. Говоря об Узбекистане и Республике Кореи, следует отметить, что партнерство укрепляется не только за счет активного взаимодействия на всех уровнях, но и благодаря крепким узам дружбы. Конечно, это не происходит само по себе. Для этого прежде всего необходимы стремления и воля лидеров. Тесная дружба между президентами Шавкатом Мерзиевым и Мунджи Ином способствует последовательному развитию сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей. Это служит, во-первых, благополучию двух народов, а во-вторых, основой для того, чтобы наши страны, обладающие большим потенциалом в своем регионе, поддерживая друг друга, имели весомый авторитет и голос на международной арене. Как известно, сегодня Республика Корея является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Тот факт, что все планы и цели в наших взаимоотношениях последовательно реализуются, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся во время пандемии, говорит о многом. Конечно, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мерзиеву в Южную Корею в ноябре 2017 года встречи и переговоров с Мунджи Ином были обозначены важные этапы развития стратегического партнера. После этого исторического визита началась реализация совместных проектов по всем направлениям. И есть весомые результаты сотрудничества в таких сферах, как легкая промышленность, автомобилистроение, высокие технологии, медицина, наука. Визит президента Республики Корея Мунджи Ина в Узбекистан. В апреле 2019 года встречи на высшем уровне четко определили планы дальнейшей совместной работы. Последующие саммиты проходят в формате видеоконференции в связи с пандемией. Первый из них состоялся 30 октября прошлого года. По приглашению президента Мунджи Ина глава нашего государства принял участие во втором международном форуме северного экономического сотрудничества, который прошел в Сеуле в формате видеоконференции и выдвинул ряд инициатив по укреплению двустороннего сотрудничества. Форум отчетливо показал, что несмотря на непростую ситуацию в мире, у наших стран близки и созвучны усилия по достижению экономической эффективности. Тот факт, что предложения и инициативы президента Узбекистана поддерживаются президентом Южной Кореи и представителями деловых кругов, также свидетельствует об интересе Кореи к сотрудничеству с нашей страной. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзи Йоев провел встречу с президентом Республики Кореи Мунджи Ином в формате видеоконференции. Несмотря на такой формат, встреча ни в чем не выступала традиционным визитом на высшем уровне, благодаря своей насыщенности, практическими предложениями и инициативами, дружескому обмену мнениями в открытой и искренней обстановке. Напомним, договоренность о проведении настоящего саммита была достигнута в ходе последних контактов двух лидеров в октябре прошлого года. В повестку дня сегодняшних переговоров вошли актуальные вопросы развития и укрепления узбекско-корейских уз многовековой дружбы и особого стратегического партнерства. Открывая мероприятия и тепло, приветствуя друг друга, главы государства подчеркнули, что эта встреча является для обеих сторон первым саммитом в наступившем новом году. Это еще раз свидетельствует о достигнутом высочайшем уровне двухстороннего сотрудничества. Уважаемый господин Мунжиин, я искренне рад видеть вас, моего друга и брата. Благодарю за поддержку моего предложения о проведении сегодняшнего онлайн-саммита. Накануне я получил ваше очень теплое послание. Признательны вам и вашей супруге, госпоже Ким Джон Сук, за искренние слова поддержки и добрые пожелания. Прежде всего, позвольте выразить вам и всему дружественному корейскому народу свое искреннее уважение. Не случайно мой первый саммит в этом году, это встреча именно с вами, потому что Республика Корея является для нас особым, надежным, стратегическим партнером Узбекистана. История дипломатических, торговых и культурных связей наших стран насчитывает не одно тысячелетие. О нашей истории мы с вами очень много говорили. Эти отношения дружбы основаны на близости, менталитетах, ценностях и традициях наших народов. Вызывает глубокое уважение, что под вашим руководством дружественная Корея, одно из первых в мире, испытавшее всю тяжесть коронавируса, не только эффективно проделивает последствия его распространения, но и притягивает руку помощи своим зарубежным партнерам. Узбекистан вносит весомый вклад в международные усилия в борьбе с этим опасным заболеванием. Отдельно хочу вас поблагодарить за содействие Узбекистану. Самый сложный период нашей борьбы с пандемией. Вы и сегодня продолжаете нам помогать. На это способен только настоящий друг, который не оставляет беду своего друга. И весь народ Узбекистана в эти сложные времена видел руку и помощь настоящего друга. Я еще раз за это вам благодарен. Уверен в большом успехе вашей стратегии реформ, новый курс, нацеленный на реформирование прочного фундамента дальнейшего процветания и благополучия Кореи. Мы продолжим всемерно поддерживать вашу открытую и конструктивную политику по установлению мира на Корейском полуострове, а также продвижение многопланового сотрудничества в нашем общем регионе. Ваше превосходительство, благодаря совместным решительным мерам и воле двух руководителей, двух президентов и практическим шагам, узбекско-корейское отношения вышли на совершенно новый уровень. В прошлом году мы провели два телефонных разговора. По вашему приглашению вместе приняли участие в форуме северного экономического сотрудничества. Важно, что в условиях кризиса мы не остановили реализацию приоритетных проектов, наращивали экономическое взаимодействие, создали новые предприятия. В прошлом году завершено строительство уникальной в регионе современной детской многопрофильной клиники в Ташкенте. Народ Узбекистана, особенно родители, очень довольны. Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение принять участие во втором саммите партнерства ради зеленого роста и глобальных целей, который состоится в мае этого года в Сеуле. Сегодня нам предстоит сверить часы и определить новые точки роста, сотрудничество между нашими странами. Уважаемый господин президент, сегодняшний саммит является первой встречей глав государств наших стран в новом году. Он имеет особое значение. В этом году исполняется 30 лет с момента обретения независимости Республики Узбекистан. Я выражаю уважение народу и вам лично, господин президент, от имени братского народа Республики Корея. На следующий год, после обретения независимости, в 1992 году наши страны установили дипломатические отношения. И именно завтра будет день 29-летия установления дипломатических отношений. В 2019 году мы с вами, господин президент, подняли двусторонние отношения на уровень особого стратегического партнерства. Наши страны стали братскими государствами. И в условиях воздействия ковид-19 наша дружба стала еще крепче. Мы поддерживали бизнес-контакты путем запуска временных авиарейсов. Наладили канал взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран. Были направлены медицинские кадры. В июле прошлого года, впервые после распространения коронавирусной инфекции, в Корею с визитом прибыла высокопоставленная делегация, что стало важным этапом в совместном развитии и объединении усилий двух стран для противодействия ковид-19. Как вы, господин президент, подчеркнули в вашем новогоднем послании, поддержка молодежи, укрепление здоровья граждан, сбалансированное региональное развитие, имеют единую цель с политикой, продвигаемой Кореей, называемой инклюзивное восстановление и прорыв. По различным направлениям у двух наших стран настолько одинаковы идеалы, насколько широки и масштабы сотрудничества. Узбекистан, будучи в центре шелкового пути, поддерживал контакты с восточными и западными цивилизациями. Это страна, которой мы благодарны, ведь силой объединения она приютила 180 тысяч этнических корейцев. Также мы считаем Узбекистан самым важным партнером в новой северной политике нашего правительства. Я уверен, что если мы будем делиться опытом и продолжать сотрудничество на основе духа взаимного процветания и всеобщего объединения, то наши страны быстро вернутся к привычной повседневной жизни и вместе сделают прорыв вперед. Сегодняшний саммит станет новым знаковым событием на пути к взаимному сотрудничеству и совместному процветанию двух наших стран в посткоронавирусную эпоху. Надеюсь, что и народы двух наших стран почувствуют эту надежду. Господин президент, мой друг, мой брат, я уверен, мы будем продолжать наши тесные контакты и в дальнейшем. Говоря о двухсторонних отношениях, лидеры выступили за дальнейшее укрепление особого стратегического партнерства и расширение всестороннего сотрудничества. Достигнуты договоренности о продолжении регулярных политических консультаций и активизации межпарламентских обменов, подготовке программы двухсторонних мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Рассмотрены текущие и перспективные программы взаимодействия в области высшего, профессионального и дошкольного образования, здравоохранения, цифровизации и реставрации объектов культурного наследия. Лидеры с удовлетворением отметили растущее число филиалов ведущих университетов Южной Кореи и совместных центров профессиональной подготовки кадров в регионах нашей страны. Особое внимание уделено расширению изучения корейского и узбекского языков в ведущих национальных вузах, а также всемирной поддержке корейской диаспоры. В экономической сфере отмечена продуктивная работа, налаженная на уровне правительств и ведомств Узбекистана и Кореи. Президенты поручили продолжить эти контакты в целях продвижения инвестиционных проектов и оперативного решения возникающих вопросов. Как было подчеркнуто, в этом году в рамках осуществляемых проектов с участием корейских партнеров ожидается освоение инвестиций в объеме до 400 миллионов долларов. Кроме того, ведется подготовка 55 новых проектов в высокотехнологичных отраслях на сумму свыше 3,4 миллиарда долларов, включая энергетический сектор, нефтегазовый комплекс, химию и нефтехимию, фармацевтику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, модернизацию инфраструктуры, транспорт и логистику, туризм и многие другие. Дана высокая оценка плодотворному сотрудничеству с фондом EDCF и корейским агентством международного сотрудничества КОИКа по продвижению двусторонних приоритетных программ. Главы государств отметили важность наращивания объема взаимной торговли. Последние годы были достигнуты рекордные показатели товарооборота. Особое внимание обращено вопросом выравнивания дисбаланса и диверсификации номенклатуры экспортно-импортных операций, взаимодействию фитосанитарных служб для расширения поставок сельскохозяйственной продукции. В этих целях стороны начнут переговоры по заключению двухстороннего соглашения о свободной торговле. Президент Муджи Ин еще раз подтвердил, что корейская сторона окажет всемирную поддержку в вопросе вступления Узбекистана во всемирную торговую организацию. В ходе саммита состоялся также обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках ООН и других международных структур, а также в рамках форума сотрудничества Республика Корея-Центральная Азия для продвижения программ в сферах высоких технологий зеленой и цифровой экономики. Президент Республики Узбекистан заявил о неизменной поддержке усилий Сеула по мирному регулированию ситуации на Корейском полуострове. Высоко оценены инициативы сторон по усилению региональной взаимосвязанности. Лидеры отдельно становились на вопросах сотрудничества в экологической сфере, включая поддержку деятельности многопартнерского трастового фонда для региона Приоралия. Был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Президент Му Джей Ин подтвердил приглашение президенту Шавкату Мерзиёеву посетить Республику Кореи с визитом в удобное время. По итогам саммита подписаны меморандумы о сотрудничестве в области цифровизации в целях содействия 4-й промышленной революции. Соглашение по реализации трехлетней программы с фондом EDCF на сумму 1 миллиард долларов. Заемные соглашения по проектам строительства современной многопрофильной клиники и проектного института Центра химических технологий. Кроме того, на уровне ведущих кампаний заключены соглашения о модернизации важных объектов энергетической инфраструктуры в нашей стране. В целом, лидеры выразили глубокое удовлетворение итогами саммита, прошедшего в традиционно открытой, теплой, конструктивной и дружественной атмосфере. Высказано обоюдное стремление, что онлайн-встреча стала очень своевременной и по своей результативности не уступила практике очных переговоров. Президенты еще раз подтвердили решительную приверженность укреплять узы дружбы и полномасштабного партнерства, вывести на новый качественный этап отношения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух братских стран и народов. В последние годы двусторонние отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Корея обрели особый статус особого стратегического партнерства. Кстати, этот уникальный по-своему термин или формулировка была придана нашим двусторонним отношениям по инициативе корейской стороны. И это еще раз показывает, что для внешней политики Республики Корея Узбекистан занимает особое место. Фундамент таких продвинутых отношений составляет исторические корни сотрудничества между нашими странами, совпадение взаимных интересов долгосрочных, ну и, конечно же, глубокие, доверительные, личные, дружественные отношения между лидерами наших стран. Характер двухстороннего партнерства по всему спектру отношений и политический диалог, и экономическое сотрудничество, и культурно-гуманитарные сферы не могут осуществляться без активного влечения парламентов. Не случайно президент Республики Узбекистан многоуважаемый Шавкат Мирзиоев в ходе своего государственного визита в Республику Корея в ноябре 2017 года имел очень важную встречу со спикером Национальной Ассамблеи и с большой группой влиятельных парламентариев Кореи, в ходе которого, как он сказал, исходя из своего 15-летнего опыта работы в качестве парламентария, наш президент вызвал очень важные инициативы по перспективам двухстороннего межпарламентского сотрудничества. И надо сказать, что это придало очень мощный импульс развитию двухсторонних межпарламентских связей. В обеих парламентах и в Национальной Ассамблее Республики Кореи и в Алимадлисе Республики Узбекистан созданы соответствующие группы дружбы и сотрудничества межпарламентского сотрудничества между двумя странами, которые сегодня на системной основе занимаются и обменом опытом работы, и осуществлением предметного мониторинга правовой базы двухсторонних отношений. Конечно же, для парламентариев очень важно также заниматься прямыми региональными связями. И жизнь подтвердила правильность ориентира на развитие прямых региональных связей. Надо сказать, что именно после выступления и встречи президента Республики Узбекистан Национальной Ассамблеи Кореи беспарламентский обмен приобрел более интенсивный характер. Нет никакого сомнения, что и корейская сторона придает этому важное значение. Достаточно вспомнить, что президент Республики Кореи господин Мун Джей Ин в ходе своего государственного визита в Республику Узбекистан в апреле 2019 года выступил перед совместным заседанием депутатов Законодательной палаты и Алиамады Республики Узбекистан с важной речью, в которой еще раз подтвердил важность углубления развития прямых межпарламентских контактов. В ходе сегодняшнего беседы между руководителями наших государств подробно были обсуждены состояния и перспективы межпарламентского сотрудничества. Обе стороны подтвердили важность и необходимость дальнейшего развития межпарламентских связей, определили конкретные пути взаимодействия между законодательными органами наших двух государств. Нет сомнения, что дальнейшее углубление связи между нашими парламентами будет служить дальнейшему углублению партнерства, особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея. Сегодня в истории отношений между Узбекистаном и Республикой Корея произошло очень важное событие. Мы никогда не хотели терять темпов развития отношений. И сегодня было констатировано на саммите, что несмотря вот на эти серьезные вызовы, последствия пандемии, тем не менее практически на всех направлениях наши отношения развивались ровно, стабильно, а иногда и по восходящей. В повестку дня были включены очень важные вопросы двусторонних, многосторонних отношений. Прежде всего надо ответить, что наши страны сближают установленные в последнее время крепкие личные дружественные отношения между нашими лидерами. Это первое. Второе. Оба государства имеют близкие, единые, схожие позиции в отношении многих региональных, глобальных проблем. Мы поддержали кандидатуру Республики Корея в непостоянные члены Совета Безопасности в 2024 году. Корея в свою очередь поддержала нас при избрании членом Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Узбекистан уже благодаря реализации новой концепции внешней политики президента Узбекистана Шавкат Миромановича Мирзьяева выходит на новый уровень сотрудничества на международной арене. Это не только двусторонние отношения, это не только сотрудничество в нашем регионе, в Центрально-Азиатском, но это и взаимодействие по некоторым проблемам глобального характера. Например, сегодня наш президент выдвинул предложение о проведении экспертной встречи по вопросу создания зон свободных от ядерного оружия с учетом опыта Узбекистана. Центрально-Азиатское соглашение подписано и соглашение сегодня работает. Если касаться вопроса безопасности в регионе Корейского полуострова, это проблема не только взаимоотношений между двумя государствами. Здесь есть очень важный фактор, фактор ядерного оружия. А посему Южная Корея, Республика Корея, например, выступает за то, чтобы это был регион свободный от ядерного оружия. И в этой связи наш президент предложил собраться, обменяться мнениями. Мы готовы поделиться тем, что мы имеем и что приобрели в ходе работы над этим соглашением. Президент Южной Кореи с удовольствием это принял. И я думаю, что мы будем вместе по арене Министерства иностранного дела работать с тем, чтобы поделиться своим опытом с Республикой Корея. То есть это говорит о том, что Узбекистан выходит на новый уровень политического мышления. Узбекистан уже в состоянии инициировать свои предложения, которые касаются решения в том числе и какой-то части глобальных проблем. Это очень важно. Диалог между лидерами Узбекистана и Республики Корея имеют регулярный характер. Благодаря этому двусторонние связи наших стран вышли на качественно новый этап, на уровень стратегического партнерства. Несмотря на пандемию, диалог на высшем уровне продолжился и в 2020 году. Телефонные разговоры, выступления президента Узбекистана на втором международном форуме Северного экономического сотрудничества. Все это оставило большие впечатления у руководства правительства Республики Корея, у всех участников мероприятия. В 2020 году в ходе взаимных визитов делегации прошел целый ряд продуктивных встреч, цель которых – интенсификация связей. На сегодняшний день в Узбекистане при участии инвесторов из Республики Корея ведут свою деятельность 875 предприятий. Из них 486 организованы с 2017 года. А это 56% от общего числа. Это результат, проводимый лидером Узбекистана политики открытости, создания необходимых условий для зарубежных инвесторов. Эффективно начали и 2021 год. Только сейчас завершился онлайн-саммит между руководителями двух государств. Обсуждены вопросы по развитию двухсторонних отношений отдельного стратегического партнерства. Принято очень важное решение по дальнейшему усилению торгово-экономических и инвестиционных связей. Дан старт переговорам по подписанию межправительственного свободного торгового соглашения. Кроме этого достигнуты конкретные соглашения по проектам и программам в сферах инвестиций, инноваций, цифровых технологий, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры. Первый в истории двух государств онлайн-саммит завершился очень плодотворно, что стало возможным благодаря близким дружественным отношениям, а главное – сильной политической воле руководителей наших стран, нацеленных на реализацию всех достигнутых соглашений. Это было первое дипломатическое событие в нынешнем году, которое носит весьма важный характер для обеих стран. Главы двух государств отронули очень важные вопросы, касаемо политики, экономики и других направлений сотрудничества. Отрадно, что уважаемый президент Шавкап Мерзиоев уделяет особое внимание укреплению узбекско-корейских взаимоотношений. Достаточно вспомнить его речь на Международном форуме Северного экономического сотрудничества, когда президент Узбекистана предложил на экспертном уровне рассмотреть уникальные возможности корейского полуострова, отметив, что он может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии. Сегодняшний онлайн-саммит также стал очень плодотворным, поскольку прозвучали важные инициативы. Мы искренне надеемся и верим, что сотрудничество между Узбекистаном и Кореей в сферах экономики, медицины, образования, культуры будут только расширяться. На встрече глав двух государств и достигнутая по ее итогам договоренность, станут важным стимулом реализации намеченных планов. У нас очень много общего. Господин Мирзеев уделяет должное внимание вопросам дошкольного образования, молодежной политики. И это очень важно, поскольку молодежь – это будущее государства. И это только один пример того, как новый Узбекистан развивается на основе правильно продуманной стратегии. Сегодня по итогам проведенных переговоров между президентами двух стран поставлена задача вывести объемы двусторонней торговли до уровня трех миллиардов долларов. Для достижения этой задачи стороны объявили о начале переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле. Необходимо отметить, что это соглашение не ограничивается только обеспечением доступа товаров на рынке двух стран. В первую очередь, корейская сторона будет способствовать ускоренной индустриализации Узбекистана, привлечению прямых иностранных инвестиций в нашу страну, внедрение передовых корейских технологий. Другим важным элементом данного соглашения будут являться меры по устранению дисбаланса в двусторонней торговле, содействие корейской стороны, увеличение объемов экспорта из Узбекистана в Корею. На сегодняшний день корейская сторона уже выдала разрешение на поставку в Корею плодовочной продукции из Узбекистана. В вопросах экспорта национальной продукции, сельхозпродукции на рынок Кореи важное значение также имеет содействие корейской стороны в модернизации служб карантина Республики Узбекистан. На эти цели корейским агентством международного сотрудничества выделяются грантовые средства в размере 6 миллионов долларов, которые будут направлены на оснащение карантинных служб Узбекистана современным лабораторным оборудованием. Нельзя не отметить тот факт, что Корея является и ключевым инвестиционным партнером Узбекистана. В этом году ожидается освоение порядка 400 миллионов долларов корейских инвестиций, что в два с половиной раза больше, если сравнивать с показателями 2016 года. Важным соглашением, которое было достигнуто в ходе переговоров, является заключение нового соглашения с фондом экономического сотрудничества Кореи, фондом EDCF. В рамках данного документа предусматривается выделение льготного финансирования на сумму 1 миллиард долларов на реализацию важных социальных проектов в Узбекистане. На состоявшемся сегодня онлайн-саммите между президентами Узбекистана и Южной Кореи были обсуждены вопросы развития двухсторонних отношений особого стратегического партнерства. В блоке культурно-гуманитарного сотрудничества также обсуждались вопросы взаимодействия в сфере дошкольного образования. Президент Узбекистана отметил, что мы продолжаем развивать дошкольное образование на основе передового корейского опыта. За последние годы охват детей дошкольным образованием был повышен с 27% до 60%, что позволило обеспечить доступом к дошкольному образованию около 1,7 миллионов детей. С первых дней создания Министерства дошкольного образования одним из ключевых партнеров реформирования системы стала Республика Кореи. Принимая во внимание всемирно признанный успешный опыт Южной Кореи в развитии дошкольного образования и схожесть менталитетов наших народов, было принято решение взять за основу корейскую модель дошкольного образования. Новая государственная учебная программа Иль-Када была разработана в 2018 году, в том числе с участием экспертов из Южной Кореи. В ней нашли отражение основные мировые принципы качественной педагогики. Для повышения качества педагогических кадров также при безвозмездной финансовой поддержке корейских партнеров был внедрен опыт по совершенствованию инфраструктуры и безопасной среды в дошкольных образовательных организациях в Республике Узбекистан. В ходе онлайн-саммита была отмечена также и взаимная заинтересованность в скорейшей реализации нового проекта по созданию комплексного центра по подготовке, обучению и развитию педагогических кадров, а также инновационной дошкольной образовательной организации мощностью 500 мест на принципе кластерной системы. Общая стоимость проекта составляет 11 миллионов долларов США в виде грантовых средств со стороны корейского агентства по международному сотрудничеству КОИКО. В настоящее время по данному проекту принято правительственное решение о выделении земельного участка в центре города Ташкента и ведутся проектно-изыскательские работы. На сегодняшнем онлайн-саммите был также затронут вопрос привлечения корейских компаний в Узбекистан для реализации совместных инвестиционных проектов. Кроме того, в рамках саммита был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифровизации в целях содействия перехода к четвёртой промышленной революции. Я думаю, что данная договорённость открывает значительно больше возможностей для южнокорейских бизнесменов, включая и нашу компанию «Ханшин». Мы всесторонне поддерживаем инициативу налаживания взаимодействия в области цифровизации и уверены, что Корея станет ключевым партнёром для Узбекистана в данном направлении. При этом четвёртая промышленная революция также предусматривает создание умных городов и именно в данной сфере. Наша компания имеет богатый опыт и обладает самыми передовыми технологиями. В целях выхода и закрепления на рынки Узбекистана наша компания с прошлого года ведёт активные переговоры с узбекскими партнёрами по вопросам реализации инвестиционных проектов. Например, в городе Какан-Ферганской области в целях обеспечения высокого уровня жизни местного населения мы намерены построить жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Президент Узбекистана, его превосходительство Шавкат Мирзиоев обращает пристальное внимание на повышение качества строительных работ и внедрение международного опыта в процессе проектирования, строительства и обслуживания зданий. Исходя из этого, компания «Ханшин» совместно с Министерством строительства Республики Узбекистан проводит переговоры по выкупу государственной доли проектных и изыскательных институтов при Министерстве с целью создания комплексного современного проектного учреждения. Я не сомневаюсь, что 2021 год станет прорывным в части увеличения объёмов преминых инвестиций из Кореи в Узбекистан и реализации многочисленных совместных проектов. Компания «Ханшин» будет и впредь продолжать активную работу по реализуемым проектам, а также, несомненно, будет призывать своих корейских партнёров участвовать в проработке новых проектов в Узбекистане. Для развития нашей фармпромышленности мы на сегодняшний день работаем тесно с нашими корейскими партнёрами и благополучно реализуем несколько инновационных проектов. На сегодняшний день мы активно реализуем новый инновационный проект – это создание «Ташкентфармпарка». Это фармацевтический кластер, где планируем создать научный производственный кластер. «Ташкентфармпарка» является инновационным проектом. В этом кластере мы планируем создать новые лаборатории, отвечающие международным стандартам, административные здания фармакопийные, центры в Виваре. И основной изюминкой нашего класта является современный фармацевтический университет. Реализация данного инвестиций планируется совместно с нашими корейскими партнёрами. Мы привлекаем кредитные линии EDCF. Для реализации этого проекта мы планируем освоить 86 миллионов долларов. Мы будем готовить такие необходимые кадры для нашей отрасли, как химики, биологи, фармацевти, технологи, таксикологи. Как вы знаете, наша отрасль сейчас очень сильно нуждается в этих кадрах. И в связи с этим во время онлайн-саммита было договорено о том, чтобы ускорить реализацию этого проекта. И мы планируем уже к марту этого года подписать взаимные соглашения и уже начать строительную монтажную работу нашего университета. Отрадно отметить, что традиционно дружественные и наполненные всесторонним содержанием взаимоотношения между Республикой Кореи и Республикой Узбекистан продолжают своё развитие, даже несмотря на ситуацию, сложившуюся в мире из-за пандемии коронавируса. Полагаю, что непосредственный диалог между лидерами наших стран имеет неоценимое значение для углубления взаимодействия и отношений особо стратегического партнёрства. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что сегодняшний онлайн-саммит стал важным мероприятием в своеобразной сверкой часов. Уверен, что достигнутые на нём договорённости придадут дополнительный импульс к дальнейшему поступательному развитию сотрудничества между Южной Кореей и Узбекистаном. Нельзя также не отметить и то, что Узбекистан является ключевым партнёром в Центральной Азии по реализации Республики Корея новой северной политики. Можно со всей уверенностью сказать, что состоявшийся сегодня онлайн-саммит ещё раз показал обоюдную заинтересованность и приверженность наших стран укреплению братских взаимосвязей, которые берут своё начало ещё со времён Великого Шёлкового Пути. Главы государств провели очень скрупулёзный анализ того, что было достигнуто в наших отношениях. И самое главное, на этой основе наметили новые планы дальнейшего развития наших отношений, которые действительно приобретают такой всеобъемлющий характер. На сегодняшний день можно сказать, что практически нет сфер, где не присутствовало бы наше двустороннее взаимодействие, где бы мы не использовали наши возможности друг друга в дополнение своих усилий. Если взять ту внутриполитическую повестку, которая стоит перед Республикой Узбекистан, перед Республикой Кореи, то мы увидим очень тесное переплетение интересов, подходов и приоритетов дальнейшего развития. Республика Корея, как вы знаете, является по-прежнему пятой экспортной экономикой мира. Она является второй страной в мире, по инновационному развитию, согласно рейтинга Бруккингского института. И все это, конечно, обуславливает очень высокий интерес для двустороннего взаимодействия в таких сферах, как цифровая экономика, развитие логистики, повышение экспортного потенциала Республики Узбекистан, в том числе организуя совместные производства для совместного экспорта в третьи страны. То есть мы можем долго перечислять те сферы, где очень востребована не только двусторонняя поддержка, но и также изучение взаимного опыта. Республика Корея обладает очень интересным опытом обучения молодежи, подготовки в сфере информационных технологий, что очень важно и актуально для Республики Узбекистан. В Республике Корея на сегодняшний день налажено такое последовательное обучение молодых людей, начиная со школьной скамьи, навыкам программирования, навыкам использования информационных технологий. Все это очень востребовано и у нас. В связи с инициативами, с которыми выступает президент Республики Узбекистан, в сфере подготовки миллион молодых программистов, в сфере внедрения повсеместного навыков программирования и использования цифровой грамотности, распространения цифровой грамотности среди населения. Поэтому корейский опыт очень интересен в этой связи. Мы также заинтересованы взаимодействовать в сфере науки, технологии. Президенты Узбекистана и Южной Кореи провели анализ современного состояния и обсудили перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов, программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельскохозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена. Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев в своем выступлении подчеркнул, что 180-тысячная корейская диаспора является связующим звеном между нашими странами и народами. С теплотой вспоминаем открытие Дома корейской культуры и искусства. А также было отмечено, что в следующей встрече будут подготовлены конкретные предложения по дальнейшему развитию Дома корейской культуры и искусства. Университет Инха в Ташкенте является символом сотрудничества между двумя странами в области информационной технологии, где преподают преподаватели из Республики Кореи, из других стран на основе международных стандартов. С октября 2019 года студенты Университета Инха в Ташкенте смогли получить диплом в Республике Кореи, который является международным. Находясь на территории Узбекистана. Сегодняшняя встреча, она также является очень важным, очень стратегическим, так как теперь наш университет поднимается на другой уровень. То есть, если до этого мы запускали только по программе бакалавриат, то теперь, вот с февраля, мы запускаем также магистрскую программу. Это согласно стандарту 1 плюс 1. Это означает 1 год в Пакистане, а 1 год в Корее. Также выпускники данной магистрской программы, они смогут получить корейские дипломы международного образца. Я уверен, что сегодняшняя встреча двух глав государств, она придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Не только в области образования, но и в области информационной технологии и другие отрасли экономики. Накануне 27 января под председательством руководителя страны прошло видеоселекторное совещание, где обсуждались меры по обеспечению занятостей, содержательной организации досуга молодежи. В критическом и конструктивном духе подняты многие вопросы. Определены пути решения проблем и повышения эффективности проводимых работ. Президент выдвинул ряд идей и предложений, главная цель которых помочь юношам и девушкам страны обучиться, трудоустроиться, словом, найти себя. Молодежный парламент Мне тоже получается 30 лет. Я могу одну вещь сказать, что все условия были созданы, мы должны только этими условиями пользоваться. К примеру, могу сказать, что в прошлом году был создан молодежный парламент при Сенате. Еще могу сказать, что молодые люди становятся депутатами. Могу сказать, что в 2019 году я был избран депутатом Мерзулгадского района. Могу сказать, что руководитель страны сказал, что с этого года молодежам будут даваться земли, чтобы они могли там сажать все, что они захотят. После чего они, получается, могут все это экспортировать, продавать и трудоустроить себя и своих друзей. Могу сказать, что для студента сегодня в Ташкенте очень дорого арендовать жилье. Поэтому именно касательно этого было сказано, что руководители университетов должны подумать об этом и уже начать строить общежитие для студентов, чтобы когда они приезжали учиться, чтобы они только думали про учебу. Многие изменения получаются. В нашей стране не было такого, что молодые люди становились ректором. В моем случае я 29 лет стал ректором частного университета. И хотелось бы сказать, что число частных университетов в нашей стране становилось больше. Почему? Если в нашей стране число университетов будет увеличиваться, это плюс для нас, потому что мы будем конкурировать с другими университетами, что даст нам качество. Вопросы, которые подняты на видеоселектором совещания, также поставили определенные задачи и перед депутатами. Вот, например, в Багдадском избирательном округе, откуда я была избрана, проводятся такие работы с хокемиатом. Построены многоэтажные дома, там же и построили теплицы. В этих домах будут выделены квартиры именно молодежи. И молодежь там будет жить и там же работать. И можно там создать экономическую зону. Еще один момент обеспечения занятости женщин. Молодые женщины, находясь в декретном отпуске или же не работая в государственных органах, она также может, присматривая за своими детьми, дома еще заниматься электронным бизнесом. Нужно сейчас подключить ко всем этим процессам молодежный парламент. Сегодня сотни тысяч молодых людей ищут свое место в жизни. И понятное дело, что мы, как старшие поколения, хотели бы, чтобы у них было очень достойное будущее, достойная работа, достойный досуг. Что для этого делается? Вот мне, как IT-журналисту, очень хотелось бы отметить, что сегодня реализуются большие, очень масштабные проекты в сфере IT-образования. В Узбекистане создаются специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Уже в 2020 году таких школ было открыто 14. В этом году будет открыто еще 64 школы. И в следующем году эта работа продолжится. Сегодня реализуется очень масштабный проект «Миллион программистов Узбекистана». Мне очень нравится то, что сегодня тысячи людей могут дистанционно, удаленно получить базовое образование и базовую специальность. Еще вчера мы говорили, что стартап-проекты, стартап-акселераторы так называемые – это просто инициатива молодежи. Сегодня эта инициатива поддержана государством в рамках IT-парка, Министерства инвестиционного развития. Мы видим, что создаются повсеместно IT-акселераторы, и стартап-проекты могут реализовываться. По инициативе президента в школах республики должны были организованы типовые кружки и в целях знакомства молодежи с богатым культурным наследием наших предков. Также развитие спорта и развитие навыков в сфере IT и в сфере предпринимательства. Осознавая важность поставленных задач, в школе ведется активная работа по обозначенным главой государственным направлениям. Кроме того, в нашей школе уже функционируют 78 кружков. Среди них предметные, спортивные кружки по интересам и кружки, посвященные изучению IT-сферы. Следуя инициативу президента, в этом учебном году в нашей школе был запущен пилотный вариативный IT-класс среди учащихся седьмой параллели. Данный проект уже вызвал положительные отзывы у учащихся и их родителей. В связи с этим мы планируем в этом году также открыть вариативные классы по углубленному изучению естественных наук. Также с целью продуктивного проведения досуг у молодежи у нас действуют школьные и спортивные кружки. С целью повышения интересов предпринимательской деятельности среди учащихся в школе организовываются мастер-классы с привлечением специалистов сферы, также проводятся открытые уроки и экскурсии. Администрация школы наряду с преподавательским составом осознает всю ее важность проводимых реформ в сфере образования и делает все необходимое для всестороннего развития и образования наших учащихся. Руководитель страны подписал постановление о мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности. Документом сокращаются сроки государственной регистрации, внедряются методы аутсорсинга, утверждаются категории тех экспортеров, для кого национальная регистрация товарных знаков производится бесплатно и тех, кому покрывается часть затрат в плане регистрации отдельных наименований за рубежом. Это лишь часть новшеств закрепленных в дорожной карте и программе развития сферы. Все детали раскроет наш комментарий. Если вы написали стихотворения или художественные произведения, сценарий или, скажем, музыку на стихи поэта, сняли фильм, сделали научные открытия, то вы однозначно становитесь обладателем интеллектуальной собственности и можете получить патент или авторские права в агентстве интеллектуальной собственности. Таким образом, вы автоматически получаете защиту от того, что кто-то может использовать плоды вашего разума, таланта и оригинальности без получения вашего разрешения. То же самое касается товарных знаков и брендов, которые многие хотели бы иметь у себя на упаковке. Интеллектуальная собственность в широком понимании означает закрепленное законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной творческой деятельности, которые таким образом могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых. Развитие сферы интеллектуальной собственности является основным фактором мировой интеграции нашей страны. И в целях совершенствования системы в целом глава государства подписал постановление о мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 67 патентных представителей, из которых лишь 15-20 человек реально занимаются непосредственно практикой. Таким образом, один специалист приходится на 515 тысяч граждан республики. Для сравнения, в России один патентный представитель обслуживает 75 тысяч, в Казахстане 120 тысяч человек. Дабы изменить сложившуюся статистику, предлагается отменить квалификационные требования, когда патентным представителем может быть лишь проработавший не менее трех лет в сфере интеллектуальной собственности или в качестве адвоката. Помимо этого, будет упрощен процесс проведения квалификационного экзамена кандидатов. Искусственные ограничения были. Люди не могли со стажем 10-15 лет юридическим стажем стать патентным поверненным. Данное ограничение на сегодняшний день этим постановлением убирается. И в связи с увеличением патентных поверненных инвестиционный элемент Узбекистана улучшится. Таким образом, инвесторы их права и интересы перед агентством и перед другими лицами будут осуществлять патентным поверненным. Утверждаются дорожная карта по укреплению сферы и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и программы практических мероприятий до 2023 года, включительно по развитию интеллектуальной собственности, изобретения, полезная модель, промышленный образец, селекционные достижения. Предусмотрено воплощение в жизнь научных изысканий, развитие технологического трансфера и интеллектуальной собственности в агросфере, формирование инновационной и созидательной атмосферы в стране. Предстоит присоединиться к четырем актуальным международным договорам, разработать шесть нормативно-правовых документов, в том числе Кодекс интеллектуальной собственности и Закон о географических указаниях. Начиная с 1 апреля 2021 года, исходя из норм международных договоров в области интеллектуальной собственности, отменяются законодательные ограничения в отношении регистрации товарного знака и знака обслуживания только на имя юридического и физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Получается, что каждый, кто изобрел что-либо, имеет возможность защитить свои авторские права. В нашей практике было такое дело, что в течение года предприниматель забыл, что такое предпринимательство, только занимался защитой своих товарных знаков. Постановлением председателя предусмотрено, что ограничение на физические лица владением товарных знаков искореняется. Это, в свою очередь, дает предпринимателям заниматься своей предпринимательской деятельностью. Будучи физическим лицом, если он осуществил регистрацию товарного знака, в дальнейшем он может данным товарным знаком спокойно пользоваться. В соответствии с данным постановлением также вводится норма проведения ускоренной экспертизы. Ускоренная экспертиза будет осуществляться в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в том числе и товарные знаки. На сегодняшний день в Европейском Союзе, в Российской Федерации, в Соединенных Штатах проводится именно такой способ ускоренной экспертизы, при помощи которой заявители могут получить в ускоренном режиме охранные документы. Если, к примеру, взять, что на сегодняшний день экспертиза изобретения занимает в среднем 4-5 лет, при введении данной нормы этот срок сократится на год-полтора. Товарные знаки, промышленная образца и полезная модель можно будет провести в течение 2-3 месяцев. Запатентовать новый лекарственный аппарат – это очень трудоемкая работа. До сих пор она продлевалась 2-3 года, иногда даже и больше. Новое постановление вышло, которое позволяет ускорить в течение 3-4 месяца может запатентовать разработку. Это позволяет и ускоряет внедрение организации производства разработок, которые являются новыми и оригинальными. При этом предусматривается, что предварительный поиск по заявке, поданный по охрану объекта интеллектуальной собственности, осуществляется по соглашению сторон. До 1 января 2025 года затраты национальных экспортеров по регистрации за рубежом наименований мест происхождения товаров, географических указаний полностью покрываются за счет небюджетных средств агентства интеллектуальной собственности. Сегодня лишь минеральная вода Чортох и вино Багизаган своими названиями популяризируют географические точки республики за рубежом. Сейчас идет подготовка по продвижению еще 30 наименований. Регистрация товарных знаков для экспортеров, поставляющих за рубеж более 60% своей продукции, а также для предпринимателей в сфере сельского хозяйства и ремесленников в 2021-2022 годах осуществляются бесплатно. На протяжении 17 лет занимаюсь резьбой по дереву. Участвовал во многих выставках и конкурсах, в том числе и за рубежом. Был очень впечатлен работами мастеров. У них есть собственные бренды. Я принял решение также организовать свой бренд узбекского прикладного искусства в сфере резьбы по дереву «Мастер Вуд», выводить работы на международный уровень, знакомя с данным ремесленническим делом иностранцев. Все юридические процессы по организации уже идут. И со стороны государства создаются необходимые условия. Как известно, реклама – двигатель прогресса. Но, к сожалению, согласно опросам, более 50% отечественных бизнесменов не понимают преимуществ товарного знака и знака услуг. Потому агентству совместно с торгово-промышленной палатой поручено организовать мастер-классы с участием авторитетных деловых людей с целью разъяснения сложившихся в мире тенденций. В процессе проведения регистрации предоставляется дополнительная информация о важности и предоставляемых льгот по получению данного товарного знака. Это проводится до формирования понятия об интеллектуальной собственности у населения и производителей, до того, чтобы смотивировать, развивать свой бренд, за которым будет фиксироваться качество, гарантии, надежность в товарах и услуг. Для победителей ежегодного конкурса «Самый лучший объект интеллектуальной собственности» определены суммы выигрыша. Вводится практика применения методов аутсорсинга в процессе проведения государственной экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности. До 1 октября 2021 года планируется запустить патентную платформу для оказания содействия органам государственного управления, государственным предприятиям, научно-исследовательским и высшим образовательным организациям в правильном ведении учета принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности. Создается сеть из 14 региональных центров защиты интеллектуальной собственности. В их прерогативу войдут противодействия производству контрафактной продукции и вопросы борьбы с нарушениями прав собственности. Это нам позволит эффективно реализовать политику по защите и охране объектов интеллектуальной собственности, также привлечение инвестиций в нашу страну и эффективная борьба с контрафактной продукцией и оборотом его. А также в этих центрах нашими специалистами будут проведены правовые консультации для наших граждан по охране и защите объектов интеллектуальной собственности. Кстати, в 2020 году агентством было зафиксировано более тысячи нарушений законодательства и по данным фактам поданы апелляции в соответствующие органы. Из 20 тысяч товарных знаков уявлено 200 случаев бренд-рейдинга и 16 брендов уже возвращены правообладателям. На первый взгляд может показаться, что компании, выпускавшие контрафактную продукцию, могут ограничиться административным штрафом в незначительном размере. Но на самом деле, после наложения административного штрафа следует и обращение в экономический суд для возмещения финансового ущерба. Суммы могут составлять от миллиона сумм до нескольких миллиардов. И это все обсуждается уже во время судебного процесса. Весь комплекс мер позволит на 20% увеличить число зарегистрированных товарных знаков, внедрить в экономическую и социальную сферы итоги коммерциализации объектов интеллектуальной собственности через патентную платформу. Подобное развитие событий создает привлекательные условия для входа на наш рынок и инвестирования известных зарубежных брендов. Примеры уже имеются, и это лишь начало. До 2023 года будет завершен учет всех объектов интеллектуальной собственности в органах государственной власти и других госорганизациях. Заявят о себе свыше 100 местных брендов, что позитивно скажется на имидже страны и экспортных показателях. Состоялось очередное заседание законодательной палаты Оли Мажлиса за полемикой парламентариев вокруг приоритетных законопроектов следила моя коллега Карина Незамудинова. Безопасность на дорогах и ответственность за нарушения, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Эти вопросы были в центре внимания очередного заседания законодательной палаты Оли Мажлиса. Парламентарии в первом чтении обсудили законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан в связи с упрощением административных наказаний и нарушением правил дорожного движения. В документе учтены такие аспекты, как ремонт поврежденных дорог, железнодорожных переездов, других сооружений и технических средств, регулирование дорожного движения. Меры наказания предусмотрены за умышленное создание помех на дорогах, возведение на них искусственных неровностей и препятствий, неисполнение требований разрешения, выданного для осуществления работ на автодороге. Эти и другие нарушения повлекут за собой наложение штрафа на граждан в сумме двух, а на должностных лиц десяти базовых расчетных величин. Уже сточаса наказания из-за выбрасывания мусора или иных предметов из вагонных поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта. После активной полемики законопроект принят депутатами во втором чтении. В следующем депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан о государственном языке. В правоприменительной практике наблюдаются некоторые недостатки в применении государственного языка. Парламентарии отметили, что в действующем законе отсутствуют требования к знанию государственного языка госслужащими. В новом же проекте отмечена необходимость его использования в государственных организациях, в сферах образования и культуры, международных отношений, в издательской деятельности и работе средств массовой информации, в названиях географических объектов, именах граждан и штампах. После обсуждений проект закона концептуально одобрен депутатами. Толерантное отношение к представителям различных национальностей и вероисповеданий, проживающих на территории нашей страны, лежит в основе государственной политики Узбекистана. Для еще большего сплочения единого народа нашего государства в законодательной палате Ольи Мажиса депутатами был просмотрен проект закона о принятии 30 июля Днем Дружбы Народов. Как отмечалось, в соответствии со стратегией действий 17-21 вопросы обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществление взвешенной взаимовыгодной и конструктивной внешней политики в числе приоритетных задач. Эффективному ее решению будет способствовать закон об установлении Дня Дружбы Народов, принятой Нижней Палатой. В Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялся круглый стол, посвященный обсуждению актуальных вопросов в сфере внешней торговой деятельности и выявлению дополнительных возможностей для наращивания экспортного потенциала республики. Мероприятие объединило порядка 2000 экспортеров из различных регионов страны. Список участников открытого диалога с экспортерами солидный. Руководство Министерства инвестиций и внешней торговли, в том числе и иностранных дел, порядка 30 профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, а также заместителей хакимов областей по вопросам инвестиций и внешней торговли. Было отмечено, эффективное стимулирование экспортной деятельности является одним из приоритетных направлений государственной политики, в связи с чем прямой диалог с представителями частного бизнеса рассматривается как наиболее действенный инструмент для изучения текущего состояния данной сферы и выработки перспективных предложений по ее совершенствованию. Организован опросник по беспокоящим отец экспортеров проблем, а также их предложения по дальнейшему увеличению экспорта и созданию благоприятных для них условий. В ходе данного опроса участвовали более 300 предпринимателей. Основными поднимаемыми вопросами в сфере экспорта, препятствующих дальнейшему увеличению среди экспортеров, это были вопросы, связанные с таможенными процедурами, а также по вопросам налогообложения. Кроме того, поняты вопросы, касающиеся тесного сотрудничества экспортеров с дипломатическими представителями Республики Узбекистан за рубежом. В ходе встречи предприниматели-экспортеры рассказали о текущих проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе производственной и экспортной деятельности в постковидный период. В частности, выдвинуты предложения по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки экспорта и задействованию новых резервов для наращивания объемов экспортных поставок. По некоторым вопросам мы нашли решение сразу на месте, по некоторым было дано поручение ответственным министерствам и ведомствам по изучению и внесению предложений, изменений в законодательство. Я уверен, что в кратчайшие сроки будут и эти проблемы решены. Я убежден, что данный формат встречи очень положительно скажется на работе в компании экспортеров, вообще в целом динамике экспорта, так как в предприятиях экспортеров регулярно появляются как и большие, так и мелкие проблемы, которые должны решаться. Сейчас мы намерены привлечь новые ресурсы для увеличения наших оборотных средств, для которых мы хотим привлечь средства, которые выделяются через агентство по поддержке экспортеров и хотели бы, предложили бы на этой встрече, чтобы этот кредит и средства выделялись в особом порядке, то есть упрощенным методом, что было бы поддержкой для экспортеров, чтобы они в кратчайшие сроки могли привлечь средства, подготовить соответствующую экспортную продукцию и поставить ее на внешнем рынке. Кроме того, всесторонне обсуждены системные вопросы, решение которых существенно будет способствовать наращиванию экспортного потенциала и в дальнейшем облегчит условия для осуществления экспортных поставок. Представителями министерств и ведомств дана подробная информация о существующих льготах и преференциях для экспортеров, действующих механизмах их финансовой поддержки. На встрече подробно говорили о всех преимуществах, создаваемых сегодня для экспортеров, предоставляемой поддержке, рассмотрены бюрократические барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели в своей деятельности. Обращения разделены на две части, то есть вопросы системного характера и проблемы, с которыми экспортеры сталкиваются в ходе своей работы. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа, состоящая из сотрудников министерств и ведомств, ответственных за экспортную деятельность по системным вопросам, поднятым предпринимателями. А по каждой из проблем индивидуального характера к каждому предпринимателю были прикреплены сотрудники Центрального аппарата Министерства инвестиций и внешней торговли и специалисты, работающие в регионах. Деятельность последних заключается в поддерживании прямого контакта с предпринимателями и принятии оперативных мер для решения имеющихся проблем. По итогам встречи Министерству инвестиций и внешней торговли поручено разработать на базе озвученных предложений новые механизмы поддержки, направленные как на экспортеров, так и на предпринимателей, желающих наладить экспорт собственной продукции за рубеж, а также конкретные алгоритмы по задействованию дополнительных резервов в целях наращивания объемов отечественного экспорта. Цифровая трансформация в стране продолжается. Новым этапом развития в сфере стало утверждение стратегии «Цифровой Узбекистан-2030», согласно которой трансформацию проходят районы и города. Сформированы региональные рабочие группы, которые координируют весь процесс и проводят оценку эффективности реализуемых проектов. В рамках концепции «Цифровой Узбекистан-2030» был разработан рейтинг уровня цифрового развития регионов по четырем приоритетным направлениям. Это цифровая инфраструктура, цифровая экономика, использование сетевых технологий в социальных учреждениях и цифровое образование. Первое направление — цифровая инфраструктура. Из максимальных 100 баллов ему выделено 35. Здесь оценивается покрытие населенных пунктов интернетом, мобильной связью, туристические объекты, наличие точек доступа Wi-Fi и так далее. Второй приоритет — цифровая экономика. Он оценивается в 25 баллов, то есть эффективное использование электронных, счет-фактур и онлайн-касс. Состояние местного рынка, IT-услуг, внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии и природного газа. Следующее направление — использование сетевых технологий в социальных объектах. Предусмотрено 20 баллов. Оценивается охват социальных учреждений интернетом. Изучается ситуация в дошкольных образовательных организациях, школах, поликлиниках. Каким образом оказываются услуги населению? Внедряются ли образовательные и другие системы, программные продукты? В следующий раздел — цифровое образование. Общий балл — 20. Здесь будет учитываться охват учителей информатики и учащихся программой — 1 миллион программистов. Обеспечение занятости населения в IT-секторе, деятельность учебных центров. Эти направления приняты в рамках рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства. И в определении степени цифрового развития регионов также будут учитываться данные показатели. Первичная оценка проводилась в 200-3 районах и городах страны. Вот какие индикаторы предусмотрены. Зеленый, то есть положительная оценка от 71 до 100 баллов. Желтый или удовлетворительная оценка от 55 до 71 балла. И красный, неудовлетворительный показатель, менее 55 баллов. В данном списке лидирует город Новои и Зарбдорский район. В Новои созданы необходимые условия для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры и качественной мобильной связи и широкополосного интернета. Запланированная цифровая трансформация в Зарбдорском районе Джезакской области имеет историческое значение. Формирование взаимовыгодного и современного диалога между госорганами района отражается в резком съезжении затрат в этой сфере и быстром устранении проблем населения. Итоги оценки уровня цифрового развития регионов следующие. 28 районов и городов находятся в зеленом списке. Это 14%. 59 признаны удовлетворительными и включены в желтый список 29%. В красном списке оказались 116 районов и городов. Это составило 57%. Их статус был признан неудовлетворительным. Мы живем в век цифровой трансформации, когда можно посредством современных технологий с легкостью получать различную информацию и административные услуги в любое время и в любом месте. В соответствии с результатами рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства Узбекистан занял 87 место из 193 стран. Особенно существенное позитивное изменение было в индексе «Инфраструктура». Цифровая трансформация в Узбекистане осуществляется быстрыми темпами. Однако по результатам оценки состояния цифрового развития районов и городов, доля красных регионов, которые отстали в развитии цифровой трансформации, составляет 57%. Это показывает, что перед Узбекистаном, как и перед другими странами, стоит задача решить проблему цифрового неравенства между регионами. С целью устранения выявленных недостатков началась разработка дорожных карт для районов, включенных в красный список рейтинга и содействия в реализации этих мер. В то же время в июле этого года планируется провести промежуточную оценку, чтобы увидеть изменения ситуации и на их основе принять соответствующие решения. Реализация стремлений и потенциала молодежи. С этой целью в стране воплощение находят масштабные программы с задействованием всех имеющихся возможностей, в том числе и финансовых, что позволяет адресно решать один из самых важных социальных вопросов – трудоустройства. Расширяется и охват поддержки молодежных бизнес-инициатив. Репортаж из Сурхандари. В Ангорском районе Сурхандрии проживает более 134 тысяч человек. Свыше 22 тысяч из них – это молодежь. Результаты изучения показали, что 2086 юношей и девушек не имеют постоянной работы. Для финансирования мероприятий по их трудоустройству Министерством занятости и трудовых отношений направлено 3 миллиарда 400 миллионов суммов. Также на основе выделенных в прошлом году субсидий в размере 1 миллиарда 305 миллионов суммов рабочие места обрели 150 молодых людей. Для обеспечения самозанятости 185 представителей молодежи за счет 1 миллиарда 37 миллионов суммов на пустовавших приусадебных участках построили теплицы. Кроме этого, в 2020-м посредством проведения ярмарок свободных рабочих мест трудоустроено 133 человека. Во время подворового обхода в октябре прошлого года 5058 юношей и девушек, изъявивших желание работать, были включены в молодежную тетрадь. Для обеспечения их занятости с начала этого года разработали адресный план, принимаются меры по его практической реализации. В Ангорском колледже строительства и коммунального хозяйства организованы учебные курсы, где молодежь обладевает наиболее востребованными на рынке труда профессиями 11 видов. Была без работы, обратилась в районный центр содействия занятости. Меня направили сюда, где я учусь парикмахерскому делу. После получения соответствующего сертификата, намерена воспользовавшись льготным кредитом, открыть салон красоты и создать к тому же новые рабочие места. Махфуза Рахманджонова с целью создания плантации деревьев Павлония обратилась к Хакиму области с просьбой помочь ей в выделении земельной площади. В начале нынешнего года вопрос решился положительно. В ее распоряжение переданы неиспользованные 23 гектара на территории Махалинского схода граждан имени Кузетулякова. Воспользовавшись такой возможностью, приступаем к осуществлению проекта, который уже два года планировали реализовать на практике. Также будем стараться эффективно пользоваться между рядями и выращивать стивию, которую можно отправлять на экспорт. На первом этапе будут трудоустроены 25 наших сверстников, не имеющих работы и желающих в будущем заняться предпринимательством. Как отмечалось в послании президента Оли Мажлису и народу Узбекистана 29 декабря прошлого года, на молодежное предпринимательство и обеспечение занятости будет направлено 100 миллионов долларов. Помимо этого, 1 триллион сумм и 50 миллионов долларов на финансирование бизнес-проектов молодежи и обучение ее профессиям. Все это, несомненно, открывает широкие возможности для самореализации молодых людей. Продолжим тема. В цепочке адресной поддержки особая роль отводится обучающим семинарам, цель которых – помочь юношам и девушкам освоить основы предпринимательства, разработать свои бизнес-планы, получить средства на их реализацию. Подобные занятия организованы и прокуратурой Республики Каракл-Пакстан. В здании молодежного центра организован обучающий семинар для молодых людей, желающих заняться предпринимательством. Здесь и поддержка бизнес-инициатив, стартапов, инновационных идей и расширение реализации программы «Молодежь 1 плюс 1». Словом, сконцентрировано все для подготовки квалифицированных специалистов, овладения ими профессий, востребованных на рынке труда. Основная цель организованных семинаров – привлечение незанятой молодежи к предпринимательству, изучение их идей и инициатив. Также по окончанию обучения все участники будут привлечены к практике. А именно, основываясь на полученных знаниях, будут разрабатываться бизнес-планы. «Важно использовать все имеющиеся возможности», – звучало на семинаре. Для более детального понимания участников поделили на группы – производство, сфера услуг и сельское хозяйство. Начинающим бизнесменам адресно и доступно рассказали о том, как правильно разрабатывать бизнес-планы, о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства и о концепции налогообложения. Прошли трехдневные обучающие семинары, тренинги по поддержке молодежи, где я, как и многие, представила свою бизнес-идею – открыть цех по производству полуфабрикатов. На протяжении всего времени специалисты из разных сфер отвечали на наши вопросы, давали рекомендации и рассказывали о том, с какими препятствиями сталкиваются начинающие бизнесмены. Думаю, полученные знания пригодятся нам в реализации задуманного. По итогам обучения молодые люди презентовали разработанные ими бизнес-планы и получили сертификаты. Вместе с новыми знаниями у участников семинара появится возможность получить льготный кредит для открытия собственного дела. В Союзе писателей состоялась презентация трех сборников произведений, пополнивших сокровищницу современного литературного наследия Узбекистана. В произведениях авторов поднимаются темы, которые не теряют актуальность никогда. Через образы наших современников и исторических личностей раскрываются переживания, духовные ценности, жизненный опыт и позиции, добро и справедливость, роль человека в окружающей действительности. Три произведения, пополнивших современный литературный ряд Узбекистана, привлекли широкое внимание почитателей высокого слога и глубоких размышлений о месте и роли человека в окружающем мире, его стремлении к справедливости и бескорыстном служении своему народу. Сборники произведений народного поэта Каракалпакстана Кингисбоя Каримова Охабей, известного прозаика Харедина Султанова, и поэта Шадманкула Салома Шер Сайорасы пронизаны философией добра, гуманизма, созидания, поиском духовных ценностей под кровом великого творца, глубоких переживаний через призму мировосприятия героев произведений. Представители творческой интеллигенции говорили на мероприятии о роли современной литературы, в частности, презентуемых изданий в процессе формирования личности. На основе ярких примеров из жизни исторических личностей наших современников складывается панорама тех истинных ценностей, что способны влиять на мировоззрение людей, особенно подрастающего поколения. В этом велика роль литературы, которая во все времена являлась неиссякаемым источником великой мудрости, объективным свидетелем исторических событий и путеводителем в будущее целого народа. В историческом романе Кингисбоя Каримова повествуется о жизни и деятельности отважного лидера, отважных людей, живущих приорали. Описываются события XIX века. Главный герой сражается за мир и благополучие счастья своих соотечественников. Композиция произведения, состоящего из двух книг, обобщена вокруг событий и художественных образов, связанных с жизнью с судьбой Охаби. Это потрясающий такой вот роман исторический, который рассказывает о судьбе каракалпакского народа. Интересный такой вот роман и повествовательный. Я очень рада, что сегодня этот роман уже на узбекском языке, уже читает узбекский писатель, уже в виде книги. Но мы уже ждем уже публикацию второй части этого романа. Сборник «Мастера слова» Харидина Султанова, состоящий из 31 рассказа, каждый из которых записан автором в виде монолога, то есть от одного лица, раскрывает судьбы реальных героев, наших соотечественников. В них счастье и горе, слезы и радость. Характеры людей, их жизненная позиция и устремленность к благородным целям. На первый взгляд, простой, но очень сложный творческий стиль выбрал автор. Говорили на мероприятии. Ни один персонаж не похож на другого. Каждый герой – это кладезь мудрых мыслей и жизненных установок. Знаете ли, название книги, это такая вот строка у Хамеда Алимджана, это в стихотворении Узбекистана. Называется так. «Одам-Лардан-Тинг-Лапхи-Гоя», «Усар-Идэ-Шояр», да? «Гоя». Ну, замечательное. Но само же название, оно и как бы обуславливает форму данной книги. Потому что здесь собраны такие вот рассказы непосредственно свидетелями, которого был сам писатель. Но здесь рассказ ведется от лица самих героев. Это такая вот форма литературная. Поэзия станет гостем лишь некоторых. Из миллиардов сердец на земле, утверждает автор поэтического сборника Шадман Кулсалом. В книгу вошли более 200 избранных стихотворений. Пламенные строки приглашают читателя совершить путешествие на удивительную планету поэзии, где царят гармония и красота, где все мы равны перед его величием вдохновения. Участники творческой встречи делились мнениями о популяризации среди читательской аудитории, особенно молодежи, лучших произведений из фонда узбекской литературы. О том, что современный писатель должен всегда оставаться актуальным, а значит востребованным. К другим темам. Сотрудниками правоохранительных органов на местах налажена совместная работа, направленная на профилактику правонарушений. При этом особое внимание уделяется не только разъяснительной работе среди населения и предотвращению преступности, но и рассмотрению обращений граждан, изучению решений имеющихся проблем. В рамках мероприятий по профилактике правонарушений в Ташкентской области, как и во всех регионах, сотрудниками правоохранительных органов, патрульно-постовой службы и охрана общественного порядка, Управлении безопасности дорожного движения, на местах организованы разъяснительные работы, встречи с населением и выездные приемы. Диалоги ведутся открыто, и существующие проблемы решаются на месте. Кроме того, изучаются причины совершенных преступлений и правонарушений, принимаются меры по устранению причин, предотвращению подобных случаев среди населения. В целях адресного решения имеющихся у населения социально-бытовых проблем путем подворовых обходов изучена социальная и духовно-нравственная обстановка в более чем 212 тысячах семей. Проведено 124 выездных судебных заседания по общественно значенным судебным разбирательствам, а также выявлено и устранено обстоятельства, способствующие совершению правонарушений. Организовано 274 выездных встреч и представителей государственных органов с населением, в ходе которых разрешено более 70% выявленных проблем. Кроме того, проведено более 22 тысяч встреч и разъяснительных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, организациях и махалях. На разъяснительных работах, проведённых в ряде учебных заведений, особое внимание уделено предупреждению возможных преступлений среди молодёжи. Были организованы также информационно-пропагандистские мероприятия для укрепления знаний юношей и девушек в области соблюдения правил дорожного движения. Главное управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в целях предотвращения дорожных транспортных происшествий на территории нашей страны каждый день недели отводится для определённых мероприятий. По понедельникам и вторникам организовываются мероприятия по выявлению нарушений по весовым параметрам и габаритам. Среда – выявление нарушений среди водителей, ведущих незаконную деятельность. Четверг посвящается пешеходам. По пятницам организовываются разъяснительные и пропагандистские мероприятия среди населения. Каждую субботу проводятся соответствующие работы по выявлению водителей, нарушивших правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Занятость населения, привлечение молодёжи в образовательные учреждения, обеспечение полезного досуга – всё это создаёт основу для предотвращения преступлений. Эти вопросы также в центре внимания в ходе профилактических мероприятий. Использование передовых методов и технологий в обеспечении правопорядка, раннем предупреждении и оперативном раскрытии уже совершённых правонарушений приносят положительные результаты. Это подтверждается и значительным уменьшением количества преступлений в последние годы. Немаловажную роль в этом играет и налажено тесное сотрудничество между сотрудниками органов внутренних дел с другими правоохранительными органами, представителями Министерств и ведомств, а также Махали и общественности. Это все новости к данному часу. Не переключайтесь, чтобы оставаться в курсе основных событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова